Имена Первый из известных носителей этого имени не зря заслужил почетное право называться «мудрым». Все 35 лет правления Ярослава по праву считаются временем расцвета и подъема Киевской Руси. В 1036 году он разгромил Печенежскую Орду, которая с тех пор уже больше не тревожила границы Руси. Будучи сам образованнейшим человеком своего времени, Ярослав заботился о просвещении, открывая школы и переписывая книги. Именно при нем началось русское летописание и было написано первое произведение русской литературы «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона. Стремясь утвердить престиж русского государства, Ярослав сделал из Киева настоящую европейскую столицу, возвел парадные золотые ворота, построил каменный собор Святой Софии и множество других церквей. С помощью династических браков он породнился с самыми могущественными монархами христианского мира. Ярослав составил первый свод законов – русскую правду. В 2005 году по благословению святейшего патриарха Алексия II имя благоверного князя Ярослава Мудрого внесено в Месяце слов по 20 февраля. Кроме Ярослава Мудрого это имя носили еще 16 русских князей. Ярослав – одно из немногих славянских имен, принятых церковью. По 3 июня в Святцах отмечается память князя Ярослава Святославича Муромского, крестителя Муромской земли, жившего в начале XI века. Ярослав – воистину княжеское имя. В настоящее время оно распространено в России, на Украине, в Чехии, Словакии и Польше. От имени Ярослав произошло название Волжского города Ярославля. С вами был Павел Картаев. Хороших выходных. Услышимся в понедельник. Имена. Отдельное спасибо автору и сценаристу программы, историку Сергею Цветкову.